Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Помолимся Господу в этот хороший тихий вечер. Божий славный наш Отец Небесный, Святая Троица Господь, мы сегодня здесь предстали на этом месте, чтобы Ты, Бог, созидал нас, чтобы Ты, обращаясь к нам, вразумлял нас и продолжал наставлять, когда мы идем на этом истинном пути. Я прошу Тебя, наставляй тех, кто еще не встал на этот истинный путь, чтобы однажды обрели они прощение через веру в Тебя. Поэтому действуй могущественно Духом Святым, благослови нас в этом богослужении и помоги нам через пение, через молитвы, через проповедь, через все, что будет здесь происходить, прикоснуться к Тебе, прикоснуться и обрести этот внутренний божественный покой, обрести эту христианскую радость, обрести эту вновь еще и еще уверенность в Тебе, в Великом Боге. Благослови и пребудь с нами наш Бог и Спаситель. Аминь. Присаживайтесь, и мы вместе будем славить Господа. У Твоих ног склонились мы, Достоин славы только Ты. Винцы снимают пред Тобой К Твоим ногам Иисус Святой. О, что за честь Господь стоять И Твое имя величать. Коснувшись только рис Твоих, Не удержать мечу Своих. Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин Бог мой только Ты. Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин Бог мой только Ты. Друг другу восклицая свят, Укрывшись крыльями летят, Все серафимы в небесах Свят Господь, о, свят! От глаза восклицающих Поколебались вверх и враг Ты славой наполняющих Ты победивший смерть и ад. Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин, Бог мой, только Ты Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин, Бог мой, только Ты Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин Бог мой только Ты У Твоих ног склонились мы Достоин славы только Ты Гинзы снимают пред Тобой Твоим ногам Иисус Святой О, что за честь Господь стоять И Твое имя величать Коснувшись только рис Твоих И удержать мне чувств свои Я поклоняюсь лишь Тебе На небесах и на земле Достоин славы и хвалы Достоин Бог мой только Ты Слава Богу В Библии написано, чтобы мы исполнялись Как верующие в Господа Иисуса Христа Исполнялись Духом Святым И это повеление означает, что исполнение Духом Святым Может происходить от действия, которое мы совершаем Когда мы совершаем благовестие Когда мы совершаем доброе дело Во имя Христа Но это действие также происходит Когда мы просим о том Чтобы Дух Святой нас исполнил Когда мы однажды крестились Духом Святым Когда мы покаялись Бог возродил нас Произошло это крещение Духом Святым Но в повседневной жизни Через то, что Знаете, как Наша праведность, как запачканная одежда Мы допускаем какие-то вещи Оступаемся То есть через грех мы пачкаемся, так скажем И нам нужно и угошаем Духа Святого Поэтому мы нуждаемся каждодневно В исполнении Святым Духом И поэтому Есть и такое повеление Чтобы мы молились и просили Бога Чтобы Он исполнил нас Духом Святым И нам необходимо это делать В повседневной жизни Мы будем петь и об этом Субтитры создавал Dухом Святым Субтитры создавал Dухом 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 Каждое колено склонится пред Тобой. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Нет подобного Тебе, Величественный Царь. Величество, Царь Вечности, Небо, море и земля Тобой сотворены. Величество, Царь Вечности, Ты скала спасенья, Ты мой надежный щит. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Каждое колено склонится пред Тобой. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Нет подобного Тебе, Величественный Царь. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Каждое колено склонится пред Тобой. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Нет подобного Тебе, Величественный Царь. Слава Богу! Давайте помолимся и в наших коротких прославляющих молитвах мы возвеличим нашего Царя. Продолжим эту прекрасную песню нашими молитвами. Мы величаем Тебя, Царь Иисус, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иисус, Казани С��чевских Литвовской Царь и Царь. Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь. 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 И отвечает, если Божий народ молится, Бог в небо слышит, Бог в небо слышит и отвечает. Господь спасет и исцелит, и рукой всесильное чудо совершит. Господь спасет и исцелит, и рукой всесильное чудо совершит. Если Божий народ молится, Бог в небо слышит, Бог в небо слышит и отвечает. Если Божий народ молится, Бог в небо слышит, Бог в небо слышит и отвечает. Господь спасет и исцелит, и рукой всесильное чудо совершит. Господь спасет и исцелит, и рукой всесильное чудо совершит. Верим, что так и есть, что если Божий народ молится, Бог его слышит. И у нас есть нужда, чтобы нам помолиться, у нас начиная с субботы, и часть воскресенья, и понедельник, у нас на нашей территории, здесь, в нашей церкви, будет проходить наша областная молодежная конференция. И мы будем молиться, чтобы Господь благословил конференцию молодых людей, и духовную часть, и питание физическое. Поскольку будет проходить это все в нашей церкви, мы как принимающая сторона, у нас все должно быть обустроено и готово. Будут еще некоторые объявления в связи с этим. Но сейчас я предлагаю, чтобы мы с вами помолились об этом. Помолились за ведущего, за проповедников, за всех, кто будет служить, за тех, кто впервые. Также будут молодые люди, которые еще не уверовали в Иисуса Христа, но они тоже приедут, чтобы побыть на этой конференции, чтобы они впечатлились именно нашим Господом и Спасителем. Это очень важно. Я лично верю в силу молитвы и верю, что Господь отвечает на молитвы верующих. Аминь. Поэтому предлагаю, чтобы мы вслух все одновременно могли возвысить свой голос и помолиться об этом. Помолимся. Господи, слава Богу! Господи, слава Богу! Боже, мы просим, чтобы Ты преклонил ухо свое к молитвам нашим, и мы просим, Господь, чтобы Ты обильно благословил эту конференцию, чтобы те, кто будут служить, чтобы они это делали с любовью, чтобы те, кто будут вести и проповедовать Твое Слово, чтобы они это делали с дерзновением, Господь, чтобы они это делали под вдохновением Твоим, благослови и тех, кто впервые приедет, Господи, чтобы они увидели действие Твое, чтобы они ощутили сердцем прикосновения Духа Святого и чтобы они поспешили, чтобы обратиться к Тебе в молитве покаяния. Благослови, Господь, всю эту конференцию, чтобы все были размещены, чтобы всего хватило, чтобы все остались довольны, но самое главное, Господи, мы просим, чтобы Ты каждого пришедшего, находящегося здесь, благословил особенным благословением, чтобы никто не остался без благословения Твоего. Господи, мы молим и просим, чтобы Ты действовал сильно и могущественно. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И я хочу повторить эту мысль еще, мы в конце побольше поговорим об этом, поскольку мы как принимающая сторона, то есть нам нужно будет и послужить. Это доля такая, знаете, как, ну или центральной церкви, или материнской церкви, так скажем, в каком-то смысле, участвовать во всех делах, так скажем, детей или тех, кого мы благословили однажды или кого мы послали. В жизни оно так даже заведено, что родители всегда, им интересно, что происходит у их детей. Вот мои тоже иногда говорят, ну что там у тебя, мне вроде рассказать нечего, но когда они начинают задавать вопросы, им интересно все, а что вы купили, а что вы кушаете, ну им все интересно, чем мы живем, кто куда пошел, болеете, не болеете. И, наверное, это заложено, вот материнство, отцовство, это точно так же должно быть и в церкви. Это будет неправильно, если мы будем сами потихоньку веровать и довольствоваться, а наши, тех, кого мы, скажем, благословили однажды, там на миссию, новую церковь, ну мол, грейтесь и питайтесь с миром Божиим, мы как-нибудь за вас помолимся. Я думаю, что это будет точно неправильно, ни по-отцовски, ни по-матерински, ни по-христиански. Поэтому будем проявлять заботу, любовь, а естественно, когда мы проявляем заботу и любовь, это требует от нас чего? Как вы думаете? Это требует от нас сил, времени и третье? Денег. Три вещи есть. Время нужно уделить, силы нужно потратить и, возможно, какие-то деньги нужно потратить, и тогда это настоящая забота. Но мы знаем, что все мы это делаем ради Бога, мы делаем это для тех, за кого умер Христос, мы делаем это для наших братьев и сестер, мы будем делать это для тех, кто, может быть, еще не уверовал, но на пути. Если в нашем собрании сегодня присутствуют те, кто не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в любой момент нашего богослужения вы можете выйти с тем, чтобы помолиться Богу. Ваш выход означает, что вы хотите обратиться к Богу в молитве покаяния, и мы вместе с вами помолимся. Если у вас будут какие-то вопросы, любые вопросы, можете подойти к тех, кого вы знаете, служители, если не знаете, подходите ко мне, или вот брат Максим, который здесь еще, он пел. Поэтому можете подойти и задать любые вопросы. Вообще у людей много вопросов, и когда я попадаю где-то, есть возможность, попадаешь в неверующую среду, и они узнают, что ты верующий человек, а тем более, когда они еще узнают, что ты не просто верующий, а ты являешься священнослужителем, и они как бы в такое состояние, ну, они забывают про все. Я говорю, ну вот у вас же всегда много вопросов, вот у вас есть возможность задать любой вопрос, задавайте. И вот они пытаются, значит, найти, какой бы вопрос задать. Вроде были какие-то вопросы, а вот когда его можно задать, они иногда не знают, что спросить. Но иногда им интересно, как, что задают вопросы, как там все устроено и так далее. Поэтому пользуемся возможностью. И поскольку, если вы пришли сюда, и вы еще не являетесь христианами, не стоите на пути веры, подходите, задавайте вопросы, и мы будем отвечать. Или к братьям и сестрам, кого вы знаете. Хорошо, мы будем слушать Божие Слово. Сегодня проповедовать будет наш брат Алексей Шутенко. Пожалуйста, Алексей. Добрый вечер, братья и сестры. Хотел сегодня сказать о том, что мы с вами самые богатые люди. Богатство это не заключается счетом в банке, какими-то материальными ценностями, какими-то достоинствами нашими. Но настоящее богатство, драгоценность, которая есть у нас, это Божье Слово. Однажды, в 50-е годы, в Китае был установлен коммунистический режим. Этот режим всячески преследовал христиан. Был установлен так называемый бамбуковый занавес. Что он означает? Он означал, что в страну нельзя было въезжать христианам, миссионерам. Были определенные ограничения для въезда в страну, для ввоза товара в страну. И многие миссионеры не знали, что же там происходит в Китае. Неужели на самом деле китайские власти полностью истребили христианство, как они заявляли? И вот, когда этот бамбуковый занавес был снят, один брат-миссионер поехал в Китай. Приехав в Китай, он не знал, где найти ему христиан. Идя по улице, он обращал внимание на прохожих людей и увидел одну женщину, которая была одета более опрятно, чем остальные. И он решил подойти к ней и задал ей вопрос. «Скажите, пожалуйста, где я могу приобрести духи?» Женщина с удивлением ответила. «Ты думай, о чем спрашиваешь? В коммунистическом Китае духи иметь – это непозволительная роскошь». Я уже 30 лет не чувствовал запаха духов. Тогда этот миссионер ответил. «Если вы меня познакомите с христианином любого возраста, я отдам вам всю парфюмерию, которая есть у моей жены». Эта женщина согласилась и назначила встречу. Миссионер взял свою жену, и в назначенное время они пришли. В ожидании знакомства они прошли в небольшую комнатку и у проводника начали расспрашивать о истории той христианки, с которой должны были познакомиться. Проводник рассказал о том, что эта женщина в 32-летнем возрасте предстала пред судом за свою веру в Христа. Судья был очень строг и вынес следующий вердикт. Он сказал, что если она отрекается от Иисуса Христа, то будет полностью свободна. Если же нет, то она приговаривается к пожизненной чистке канализации. В то время в Китае была открыта система канализации, и нужно было брать инструмент и вычищать всю эту нечистоту. Судья был очень строг и ждал ответа. Женщина сказала следующие слова. «Я готова ко всему, но не могу отречься. Я хочу остаться верной Иисусу». Тогда судья приговорил к максимальному наказанию, и уже более 30 лет эта женщина чистила канализации. И вдруг послышались шаги, стремительно открылась дверь, и в комнату вошла небольшого роста 60-летняя старушка. Как брат свидетельствует, говорит, улыбка на весь мир. И с большим удовольствием спросила, кто здесь христианин. Брат встал, говорит, я христианин. Она подбежала к нему и говорит, вы знаете, у меня есть проблема, мне нужна Библия. Брат пообещал и сказал, хорошо, я принесу вам Библию на китайском языке. Миссионер отправился в отель со своей женой, где они остановились. В том отеле остановился пастор из Гонконга. Брат-миссионер подошел к этому пастору и спросил у него Библию. Но пастор ответил, я не могу дать тебе Библию. У меня с собой шесть Библий, и при въезде в страну таможенник был очень строг, я писал все шесть Библий. И при выезде из страны я должен предъявить эти шесть Библий, иначе у меня будут проблемы. Тогда миссионер взял эти шесть Библий на ночь, и они вместе со своей женой из одной Библии вырезали пяти книги Моисея, из другой пророков, из третьей Библии Евангелия, и так из каждой Библии нарезали одну полную Библию. Сделали обложку из майки и составили одну целую Библию. Наутро он отдал те шесть Библий пастору, и они отправились навстречу христианке. Взяли с собой денег, взяли с собой одежду, которая не нужна была им. Зайдя, они застали христианку за молитвой на кровати. Они протянули сначала ей вещи, но она как бы с пренебрежением отнеслась и сказала, поставьте их там. Они протянули деньги в конверте, она как бы с недовольством сказала, оставьте их. Когда они протянули Библию, она обняла эту Библию и сказала, драгоценность, драгоценность. Вы никогда не поймете меня. Все эти долгие годы я так ждала этого момента. Все, что вы мне дали, вещи или деньги, не имеет никакой ценности по сравнению с тем, что находится здесь. Все самое важное для меня в этой книге. Но чем же так цена Библия? Давайте мы вместе с вами прочитаем отрывок из 18-го псалма. 18-й псалом с 8-го по 9-й стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Аминь. В этом отрывке мы прочитали, что Слово Божие, оно укрепляет нашу душу. Укрепляет нашу веру в различных жизненных обстоятельствах, что бы ни происходило. Трудность, переживание, горе, проблемы, непонимание какое-то. Бывает так, читаешь какой-то отрывок из Библии, или же псалом. И находишь, что ты находишься в таком же состоянии. Ты переживаешь то же самое, что люди верующие тысячи лет переживали. Оказывается, ты не один такой. Дочитываешь этот отрывок до конца, или псалом, и находишь какой-то выход. Где-то может быть ободрение, где-то утешение, где-то обличение или наставление какое-то. Таким образом, Слово Божие, оно укрепляет нашу душу. Слово Божие, оно умудряет простых. Дает нам мудрость, как нам поступать, как нам жить. Дает ответы на все жизненные вопросы человека. Приходилось в своей жизни сталкиваться с людьми очень грамотными, образованными, имеющими ученые степени. Но как сложно с ними говорить на простые евангельские темы, потому что они не понимают их, они не верят. Я не хочу сказать о том, что образование или ученая степень – это плохо, это очень важно, и очень важно получать образование. Но хочу сказать о том, что никакая ученость и никакое образование не дает столько мудрости, сколько Господь открывает всякому простому верующему человеку, который приходит к нему и желает читать Писание. Слово Божие, оно веселит сердце. Автор 118-го псалма говорит «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Как будто я большое количество денежных средств получил, вот так вот я радуюсь». Действительно, Слово Божие в нашу жизнь приносит это духовное благословение. И, как известно, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Слово Божие, оно просвещает наши очи. Когда человек живет во грехе, он не понимает, он мучается, пытается искать ответы на свои вопросы, но не находит. Но как только открывает Библию, как только Бог касается сердца, сразу наступает это просветление. Становится понятно, кто такой Бог, кто такой человек. Становится понятно, что такое грех, какие последствия он имеет. Становится понятно, почему те или иные события происходят в жизни. Мы с вами вот прочитали, что Слово Божие вот такие действия производит. Оно укрепляет нашу душу, оно умудряет нас, дает нам веселье сердца и просвещает наши очи. Но чтобы эти действия в нашей жизни происходили, нам очень важно исследовать Священное Писание. Иисус Христос однажды сказал такие слова, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И слово здесь такое интересное, «Исследуйте». И ассоциация у меня с археологами. Когда археологи проводят свои раскопки, они не просто загоняют какую-то технику, бульдозер, начинают копать, как копают колодец или траншею. Может быть, только верхний слой снимают техникой, затем берутся за лопаты, копают большое количество грунта, затем берутся за какие-то, может быть, маленькие лопатки, доходя вот там до этой монетки ценной какой-то или до какой-то очень драгоценной вещи. Затем берут кисточку и смахивают пылинки и вот достают эту ценность, эту жемчужину, которую нашли. Подобно этим археологам, нам очень важно также эти усилия применять, чтобы исследовать Священное Писание. Что значит исследовать Священное Писание? Это значит слушать его, это значит читать, это значит изучать, запоминать и размышлять. Слушать. Писание учит нас, чтобы мы не были забывчивыми слушателями, но исполнителями Божьего Слова. Но прежде чем что-то услышать, прежде чем исполнить, нам необходимо услышать. Мы, может быть, не запомним все, что было сказано на собрании, но одну, две или три мысли, которые сегодня именно для меня очень важны, мы можем услышать, можем запомнить их и потом пойти размышлять. Я был сегодня заинтересован в том, чтобы мы, выйдя за пороги к Дому молитвы, забыли, о чем мы пели, о чем мы молились, о чем мы слушали. Также очень важно читать Священное Писание. Несколько раз в своей жизни мне приходилось видеть человека, первый раз берущего в свои руки Библию. И очень интересно за этим наблюдать. Он просто листает случайно, берет какой-то стих, читает, говорит, совсем непонятная книга, закрывает, говорит, ее не нужно читать. Но как же так, ведь даже, наверное, ученик начальных классов понимает, что если брать учебник, то нужно начинать сначала с первого параграфа, с самого простого и дальше к сложному изучать, понимать, а не просто вырвать что-то, какую-то тему. Это есть не каноническая притча о человеке, который читал Священное Писание. Говорит, Господи, что ты мне хочешь сегодня сказать? Листнул Библию, ткнул пальцем, а там текст. Иуда пошел и удавился. Говорит, нет, Господь, наверное, это не то, что ты хочешь сказать сегодня. Листает следующий еще раз. Ткнул пальцем, а там текст. Иди и поступай так же. Такой может быть смешной пример, но пример, как не нужно делать. Один известный проповедник сказал такие слова. Настоящий христианин целенаправленно читает и изучает Писание, чтобы самому утвердиться в самых главных и фундаментальных истинах. Поэтому очень важно целенаправленно читать Священное Писание. Читать, может быть, по определенному плану. Существуют различные планы чтения Библии. Есть тематический план чтения Библии, когда берется определенная тема, допустим, смирения. И все тексты на эту тему расписаны на определенное время, может быть, на три дня, на месяц, в зависимости от темы. И я читаю последовательно эти тексты и размышляю над этой темой. Существует также последовательный план чтения Библии, когда я читаю книга за книгой, как вот они расположены в Библии. Существует исторический план чтения Библии, когда я читаю отрывки Священного Писания, расположенные в хронологическом порядке. Допустим, читаю период пленения израильского народа в Ветхом Завете. И после этого сразу по плану читаю книги пророков, которые именно в этот период проповедовали. Или же читаю в книге Царств какое-то повествование о истории жизни Давида, когда он, допустим, убегал от Саула. И сразу после этого отрывка я читаю Псалом, который написал Давид. И так интересно, можно посмотреть повествование, как люди относятся друг к другу, что происходит, какие события, как Бог действует. И с другой стороны можно прочитать Псалом сразу после этого. Ты понимаешь, как человек верующий чувствует себя, как он молится, что он предпринимает после, вот в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Некоторые братья и сестры говорят, что вот тяжело читать по плану, как-то вот эти рамки, временные, они вот ограничивают, как-то смущают. И можно не придерживаться времени, можно придерживаться вот этой последовательности, в какой идут книги. И, может быть, не прочитать, прочитать не за год Библию, но за полтора, за два, но важно не количество прочтений, а качество. Кому-то может быть удобно наоборот читать в этой последовательности, по времени. Кто-то говорит, что держит в дисциплине, в такой, ободряет, заставляет двигаться дальше, читать. Можно самостоятельный план чтения разработать, включить в него те книги, может быть, которые давно не читал, или те темы, которые меня сейчас интересуют. Также очень важно изучать Священное Писание. Что это значит? Это значит задавать простые вопросы по тому отрывку, который я прочитал. Что говорится о Боге в этом отрывке? Что говорится об Иисусе, о Духе Святом? Что в этом отрывке меня может предупредить, вдохновить? Может быть, что-то я должен исполнить? К чему-то этот отрывок меня призывает. Также очень важно запоминать стихи Священного Писания и записывать мысли. Мы можем вспомнить, что Христос, когда был в искушениях в пустыне, Он противостоял этим искушениям, повторяя вслух слова Священного Писания. Также очень важно размышлять о всем том услышанном, прочитанном, изученном. Заполнять свое мышление вот этими размышлениями над Писанием. Когда, может быть, нехорошие мысли приходят, когда вот эти искушения приходят, я могу свое мышление, свой разум заполнять размышлениями над Словом Божьим. Также очень хорошим инструментом по изучению Библии является малая группа. Что это такое? Это возможность среди недели собраться с братьями и сестрами, 3, 5, 10 человек, собраться, чтобы вместе пообщаться, попить чаю, поделиться чем-то, вместе открыть какую-то книгу Библии и стих за стихом, читать, размышлять, делиться своими мыслями, делиться вот как в моей жизни это происходит, как я в своей жизни практикую, как я исполняю эту истину. Одна сестра на одном из таких общений свидетельствовала и говорит, смотрю вот на неверующих людей, у них так же, как и у меня, есть семья, так же, как и у меня, есть работа, домашние заботы, но почему-то они всегда находят время, чтобы уделить каким-то гуляниям, каким-то вещам греховным, уделить это время себе, а я, говорит, как верующий человек, не могу и часа вот этого полтора уделить, чтобы пообщаться с братьями и сестрами, поделиться чем-то, вместе почитать, вместе помолиться за свою церковь, за свой город, поэтому пусть Господь благословит нас, помнить о том богатстве, которое мы имеем, помнить о том, какое действие в нашей жизни производит Божье Слово, помнить о том, что нам очень важно исследовать священное Писание, и будем помнить о том, что Бог открывается тем, у кого открыто священное Писание, и каждому из нас, и себе лично, хотел бы пожелать, чтобы у нас была эта жажда, жажда читать Божье Слово, иногда может быть трудно, но преодолевая эту трудность, читать, наполняться этой радостью, чтобы вместе с псалмопевцем сказать «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль! Аминь!» Помолимся! Божье Слово! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Я благодарен Тебе за этот теплый вечер, Господь. Благодарен за то, что могу быть в Доме Твоем и могу познавать Твое Слово. Могу читать его, могу размышлять и за то, что Ты открываешь истины. Я молю, Господи, чтобы Ты благословил лично меня и каждого, Господи, иметь эту жажду по Твоему Слову. Проснувшись утром, жажда читать его, наполняться им, Господь, чтобы применять его в своей жизни, чтобы, Господи, противостоять всем искушениям и испытаниям. Я молю и прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, можно задать. Вопросов нет. Хорошо, спасибо, Алексей. Наше собрание подходит к концу. Значит, вот следующее объявление. 9 ноября в 10 часов, это, наверное, получается суббота, в Доме Молитвы состоится Всемирный День Молитвы Женщин. Призываем сестер к участию. Поэтому, сестры, это к вам. В 10 часов 9 ноября здесь Всемирный День Молитвы. И еще вот, что касается конференции, которая будет проходить, вот со 2, 3, 4 ноября. Необходимы, сестры, помочь на кухне. И подойти, дорогие сестры, можно вот к Алексею Шутенко, который сейчас проповедовал. И, может быть, вы не можете на все три дня. Может быть, вы можете только на какой-то один день. Может быть, даже вы можете на полдня. Вы все равно подойдите и согласуете. Может быть, даже и такая помощь, она будет необходима. И есть такая возможность послужить. Поэтому милости просим. И заранее спасибо за труд, который вы совершаете. Есть молитвенные нужды. Подошел брат и попросил помолиться. Он утерял, как правильно сказать, может быть, у него украли. Там, получается, паспорт, еще какие-то документы, немного денег, чтобы найти эти документы. Просьба помолиться за... Это сестра наша Татьяна Примакова просит помолиться за мужа Михаила, чтобы Господь укрепил его духовно и восстановил физически после операции. Это Михаил Петрович, наш брат. Помолимся за него. Сестра Валентина просит церковь помолиться за голосовую связку. При операции врачи повредили ее, и теперь ее нельзя напрячь. И сестра надеется и верит, что Господь услышит молитву и просьбу, и пошлет свое исцеление. Может быть, есть еще какие-то молитвенные нужды? За сына Александра, Наталья Сергеевна просит. За ваших сыновей. За... Угу, Людмила Ивановна. За ее исцеление. За покаяние Александра. За нашу молодежь они сегодня уехали, да. В Красноярск уехали у нас человек, может быть, 13, 16, да, вот сестра лучше даже знает. Это да, то есть там будет конференция посвященная, обучающая конференция по служению, вот, по служению детям. Поэтому там такое мероприятие, брат Юрий. За родственников покаяния. Хорошо, мы совершим тогда эти молитвы, будем помнить также конференции о том, что надо молиться и послужить. Помолимся обо всех нуждах, которые мы услышали. Я предлагаю, чтобы три молитвы было совершено, и потом помолюсь я. Можно привет передать, пожалуйста. Муромцевская, это Муромцева, привет от церкви, детей божьих. Пробуждение, привет. Еще есть приветы? Лузина. Утешение. Горьковский и Нижнеомский район. Из Бишкека, привет. Передавайте, дорогая сестра, в Бишкек, далекий, теплый, солнечный. Мы за приветы сердечно... Откуда? С Сосновкой Трубецкой. Мы за приветы сердечно благодарим и ответные обратные приветы просим передать. Помолимся, дорогие. Молитесь. Господь, Отечественное, молю тебя через креста Иисуса за молодежную конференцию. Благослови, Господь, все технические вопросы, которые есть. Благослови, Господь, Слово Твое. Благослови, Господь, людей, которые еще не приняли Тебя как Господа и Спасителя. Открой их сердца по Слову Твоему и селись для славы Твоей. Аминь. Аминь. Благослови, Господь. Аминь. 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 Господь, мы перед Тобой, и мы просим Тебя о всех этих нуждах, которые я зачитал, которые мы услышали с мест, Господи, Ты из высоты небес, Ты преклони ухо свое, презри, Господь. Мы просим, чтобы Ты дал покаяние нашим родным и близким, и тем, за кого мы просим Тебя, Господи. Мы просим, чтобы Ты благословил и послал исцеление тем, кто в этом нуждается. И вот сестра просит за голосовую связку, Господи. Еще раз просим за Михаила Петровича. Благослови, Господь. Просим водительства Твоего и утешения для тех, кто в этом нуждается. Благослови, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. Давайте вместе еще воспоем. Буду жить под защитой Твоих крыл, Буду я в мире Божьей любви, Ночь достанет, но я не убоюсь, Когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, Под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, Под защитой Твоих крыл. Я спасен под защитой Твоих крыл, Мой покой под охраной Твоей. Пусть летят стрелы, Я не убоюсь, когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Хочешь жить под защитой Твоих крыл, Хочешь жить под защитой Твоих крыл, Твоих крыл. Стань скорей, и Господу иди, Будешь ты под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой, Под защитой Божьих крыл. С миром Божиим! Будьте благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok